Добрый день, дорогие друзья! Друзья, на библейском портале «Экзигет» продолжаем вместе с вами размышлять над наставлениями преподобного Паисия Святогорца в этом году, столетие со дня рождения этого великого святого, будем молитвенно отмечать. И сейчас, в дни Великого Поста, хочется вашему вниманию предложить некоторые его размышления из третьего тома его произведения, которое называется «Духовная борьба». В продолжение двух предыдущих бесед о силе доброго помысла и о том, что помыслы злые являются величайшей болезнью нашего времени, говорит на основании своего колоссального духовного опыта преподобный Паисий. А сегодня хотелось бы вот на что обратить ваше внимание, что добрые помыслы – это как раз показатель духовного здоровья. Вот как можно сказать, что человек духовно здрав? И как сам человек для себя может, ну как себя может, скажем так, продиагностировать в нормальном духовном состоянии он находится или нет? Как можно это определить? Чаще всего мы определяем по каким-то поступкам, да, вот занимаемся благотворительницей, что-то делаем, великое, доброе, славное, всем известное, то есть судим по делам. А святые отцы церкви обращают внимание, что главное – это внутреннее состояние, вот это содержимое нашей души, помыслы. Преподобный Паисий говорит, самое главное – научиться работать над собой. Научиться работать над собой, то есть не исследовать, чем занимаются другие, а включать в работу добрый помысл о том, что мы видим. И приводит такой пример из своей жизни. Однажды к нему пришел один молодой человек и хотел, скажем так, быть у него послушником. А Герон Та Паисий говорит ему, я не беру тебя послушниками, потому что ты не имеешь духовного здоровья. Ну вот представьте себе, да, дорогие друзья, вот какой-нибудь духовник сразу человеку скажет, ты не имеешь духовного здоровья, я не могу взять тебя в послушники. Естественно, должен возникнуть вопрос, а что тогда понимать по духовным здоровьям? Что такое духовное здоровье, он спрашивает. У тебя нет добрых помыслов. Как у человека у меня могут быть недостатки, говорит преподобный Паисий, как у человека, а как у старого монаха могут быть и даже какие-то добродетели. Но если у тебя нет доброго помысла, то и мои недостатки, и мои добродетели не принесут тебе пользы, а будут тебе во вред. Вот задумайтесь над этим, дорогие друзья, если раньше не задумывались. То есть, когда нет доброго помыслов у человека, когда у него нет правильного взгляда на окружающую жизнь, на ближних и на самого себя, то и добродетели других, ну и недостатки, само собой, все вот это видимое не послужит на пользу человека. То есть, добродетели человек может истолковать по-своему, а недостатки, разумеется, по-своему. И вот он дает такой совет. «Независимо от того, какую цель преследует тот или иной человек, всегда включайте в работу добрые помыслы. Добрый помысл содержит в себе любовь. Он обезоруживает человека, предлагает его отнестись к тебе по-доброму». И приводит такую аналогию из древнего потеряка, когда однажды, есть такое повествование в одном из древних потеряков, главарь разбойничьей шайки замыслил ограбить хорошо укрепленный женский монастырь, переоделся в монашескую одежду, пришел к воротам обители, попросил, чтобы его приняли. Гуменя с сестрами вышли, приняли его с большим почетом, как великого аву. Все населеницы монастыря собрались, приняли этого аву, ему поклонили, взяли у него благословение, омыли ему ноги, как было принято на Востоке. И одна расслабленная сестра с верой омылась той водой, которой омыли ноги Аввы, ну, скажем так, этого переодетого монашеского одежду, вот этого главаря разбойников, и получила исцеление. К всевощному удивлению она поднялась с адра и подошла за благословением. И вот это произошедшее чудо настолько внутренне изменило этого главаря разбойников, что он выбросил спрятанный под монашеской рясой меч. В скором времени он сам и все его, все его сообщники стали монахами и начали вести строгую подвижническую жизнь. Разумеется, вот этот пример из древнего потеряка приводит преподобный Паисий с рассуждением для того, чтобы мы, естественно, правильно сделали из этого вывод. Вот какова сила доброго помысла. Вы, конечно, можете возразить, и, может быть, возразите справедливо, что, может быть, не всегда в современных реалиях можно, допустим, поступить так же. Но здесь акцент делает преподобный Паисий на то, что внутреннее состояние человека отражается на его дальнейших поступках и оценках. Важно во всем иметь добрые помыслы и возгревать их. То есть всему поступкам наших окружающих людей стараться найти смягчающие вину обстоятельств, не спешить осуждать, огульно осуждать. Тот, у кого есть добрые помыслы, духовно здрав, и зло притворяет добро. Помню, говорит преподобный Паисий, как во время оккупации те из детей, у кого был крепкий организм, за обе щеки уплетали краюху кукурузного хлеба и отличались отменным здоровьем. А дети богатых родителей ели пшеличный хлеб со сливочным маслом, однако оставались болезненными, потому что их организмы были слабы. То же и в жизни духовной. Взять, к примеру, человека, который имеет добрые помыслы. Даже если его кто-то несправедливо ударит, он скажет, «Бог попустил это, чтобы я искупил свои прежние грехи. Слава тебе, Боже!» Если же добрых помыслов у человека нет, то даже если ты захочешь его ласково погладить, он подумает, что ты замахиваешься, желая нанести ему удар. «Поглядите на пьяных». И тут аналогию приводит достаточно характерную. Преподобный Паисий есть люди, которые в состоянии опьянения, готовы там петь песни, всех обнимать и как-то улыбаться, а есть те, которым достаться чуть-чуть принять, и они становятся совершенно неуправляемыми и даже опасными для окружающих людей. И далее преподобный Паисий говорит, «Когда некоторые говорили мне, что соблазняются, видя в церкви много неподобающего, я отвечал им так, «Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит, насчет цветов не знаю, а вот консервных банок, навоза, нечистот, вон в той канаве полным-полно». Муха начинает по порядку перечислять тебе все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу, «Не видела ли ты здесь в окрестностях какой-нибудь нечистоты?» То она ответит, «Нечистоты?» «Нет, не видела. Здесь так много благоухающих цветов. Пчелка начнет перечислять тебе множество различных цветов, садовых и полевых». Видишь, как? Муха знает только о помойках, а пчела о том, что неподалеко растет лилия, а чуть подальше распустился гиацин. И вот из такой наглядной аналогии, я думаю, дорогие друзья, эту аналогию все вы слышали много раз. Преподобный Паисий делает вывод, что таковы чаще всего бывают люди. Как я понял, одни люди похожи на пчелу, другие на муху. Те, кто похож на муху, в каждой ситуации, подчеркиваю это слово, в каждой ситуации, выискивают что-то плохое и занимаются только этим. Ни в чем они не видят, ни капли доброго. То есть даже добродетели, в поступках достойных, они обязательно видят какую-то корыстную цель. Видят, что человек подает милостыню. Но он подает милостыню, потому что у него есть на это возможность. Или он хочет попиариться, или кто-то сделает что-то доброе. Ну, ему это нужно для того, чтобы заработать себе хороший авторитет в глазах начальства и так далее. То есть всему находят обязательно свое истолкование. Те, кто похож на пчелу, находят доброе во всем. Человек поврежденный и мыслит поврежденно. Ко всему он относится с предубеждением. Все видит шиворотно-вырвот. Тогда как тот, у кого добрые помыслы, что бы ни увидел, что бы ему ни сказали, включает в работу этот добрый помысл и находит всему доброе оправдание. И далее преподобный Паисий приводит очень трогательный случай, который сам его потряс в свое время, как однажды к нему пришел в Калеву мальчик второго класса гимназии. Это соответствует шестому классу русской средней школы. Мальчик постучал железным клепальцем в келью по Панагуда. Преподобный Паисий пишет, хотя меня ждал целый мешок непрочитанных писем, я решил выйти и спросить, что он хочет. Ну, говорю, что скажешь, молодец? Это спрашивает Калева отца Паисия. Мне нужен отец Паисий. И преподобный Паисий в данном случае, естественно, с такой пастырской мудростью, ну, скажем так, употребил такой вот педагогический прием. Калева-то, отвечая его, но самого Паисия нет. Пошел купить сигареты. Видно, с добрым помыслом, ответил паренек, батюшка пошел за сигаретами, потому что хотел оказать кому-то услугу. Для себя, говорю, покупает. У него кончились сигареты, он как угорел и помчался за ними в магазин. Меня оставил здесь одного и даже не знаю, когда вернется. Если я увижу, что его долго нет, тоже уйду. Преподобный Паисий так вот в таких педагогических целях говорит, что якобы, вот преподобный, что Паисий пошел за сигаретами. В глазах у паренька заблестели слезы, и он опять с добрым помыслом произнес, как мы утомляем старца. А зачем он тебе, спрашиваю, нужен? Хочу, говорит, взять у него благословение. Какое еще благословение, дурачок? Он же в прелести. Такой беспутный человеческий, я его знаю как облупленного. Так что зря не жди, ведь он, когда вернется, будет сильно не в духе, а еще и пьяный заявится. Он и вдобавок ко всему и заворотник не прочь заложить. Вот так преподобный Паисий о самом себе говорит, как бы в третьем лице, по смирению, разумеется, по глубокому смирению, в таких педагогических целях отвечает вот этому молодому пареньку. Однако, что бы я ни говорил этому пареньку, он ко всему относился с добрым помыслом. Ну ладно, так сказала ему. Я подожду Паисия еще немного. Скажи, что ты хочешь, я ему передам. У меня, отвечает мальчик, есть для старца письмо. Но я дождусь его, чтобы взять у него благословение. Видишь, как делает вывод из этого случая, потрясшего его преподобный Паисий. Что бы я ни говорил, он все принимал с добрым помыслом. Я ему говорю, Паисий как угорел и помчался за сигаретами, а он услышал, начал воздыхать, и на глазах появились слезы. Ученик второго класса гимназии имеет добрые помыслы. Ты ему портишь помыслы, а он мастерит новый добрый, лучше прежнего. На основании этого приходит к лучшему заключению. Этот ребенок привел меня в восхищение. Такое я увидел впервые. Давайте задумаемся, дорогие друзья, о наших помыслах, какие обитают у нас в сердце, к чему они ведут нашу жизнь, во что они нашу жизнь превращают, и постараемся по мудрому совету преподобного Геронта Паисия возгревать в себе добрые помыслы об всех окружающих людях. В следующей беседе «Даст Бог» мы продолжим с вами размышления на эту очень важную духовную тему. Будьте здравы и Богом хранимы! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!